Спонсор выпуска интернет-магазин всемайки.ру Огромный выбор футболок, толстолок и прочей одежды с тематикой доты и не только. Не нашли дизайн по вкусу? Создайте свой собственный в понятном конструкторе и сразу же оформите заказ. А для подписчиков нашего канала скидка 10% по промокоду, который вы прямо сейчас видите на экране. Всем привет! С вами Гринка. Как обычно, собственноручно я приготовил для вас новый выпуск репортажей со дна. Как убить своего тиммейта крестом, играя за Дазла? Как получить хилл за минера, который заюзал третью обилку? Всё это и многое другое вы узнаете из сегодняшнего выпуска. Приятного просмотра! Ну а начнём мы сегодня с весьма необычной рампаги. ТРИПЛ КИЛЛ УТРА КИЛЛ Ну а на очереди у нас момент с минером. И если вы думаете, что кто-то сейчас будет смешно взрываться на его минах, то вы ошибаетесь. Потому что здесь есть некры третьего уровня, которые отлично помогают против мин этого мелкого говнюка. Однако никто не отнимал у него третий скилл, он взрывается, но вместо диная килл засчитывается инвокеру. И давайте же посмотрим, почему это произошло. Я думаю, после прошлого эпизода многие, увидев здесь красного некра, сразу же обратили на него внимание. И не зря, потому что именно красный некр помог инвокеру сделать этот килл. Дело в том, что взорвавшись, минер убил красного некра, получил от него урон, и в итоге килл зачёлся инвокеру, которому и принадлежал этот некр. И если честно, это как-то не очень-то логично. Ну а теперь давайте взглянем на этот момент, следить нужно со спектрой, у неё есть дополнительный армор, сейчас на неё ещё и крест повесят Дазл, когда это потребуется, да ещё и Аегис, у неё есть в инвентаре, прямо-таки двойная защита. Ну вот, Дазл использовал крест, потому что без этого она бы умерла, но у неё ещё есть Аегис, но она всё равно умирает. Если вы ждёте, что она возродится через 3 секунды, то ждать вам придётся несколько дольше, потому что от Аегиса она не возродится. Для того, чтобы понять, что же произошло, давайте посмотрим этот момент в замедленном повторе. Вот здесь спектра переживает догон и ультимейт некрофос, у неё по-прежнему есть Аегис и сейчас Дазл в неё вешает тот самый крест, а сейчас следите за Аегисом и за действием креста, потому что Аегис закончится ровно за секунду до того, как спадёт крест. А если бы этого креста не было, то спектра бы умерла и спокойно через 3 секунды возродилась бы с полным запасом маны и хп. Такие вот пироги. Ну а здесь у нас самое начало игры, БХ пытается завалить Зевса, но здесь ещё есть Мирана, которая пытается не дать БХ этого сделать. Зевс уходит буквально на крополях, пытается отпоить себя с Ботла, но у него это не особо получается, в частности благодаря Санстрайку Инвокера. В итоге все они оказываются в секрет-шопе, Зевс сбивает болтом Кларити БХ, но этим самым из-за пассивки он агрит местных крипов, и Сатир-Мучитель мастерским шок-вейвом выносит и Зевса, и Мирану, которая ему, в общем-то, ничего не сделала, а просто пыталась помочь Зевсу сбежать от БХ. Более того, этот динай нельзя назвать удачным, потому что и Миран, и Зевс могли бы спокойно уйти от БХ. Но Сатир-Мучитель, видимо, оказался лютым же ненавистником и безбожником, поэтому без каких-либо проблем он прикончил сначала тёлку на Грифоне, а затем и царя всех богов. А БХ он, наверное, оставил в живых, чтобы тот рассказал всем о случившемся. А здесь у нас Эмбер Спирит, который принёс с собой смерть. Ну, пока что он ничего не принёс, пока что он просто вернулся на базу и заявил Чайник, и, казалось бы, что уже всё, опасность миновала. Но, во-первых, Чайник так просто не выйдется, а, во-вторых, настиг этот Чайник Эмбер в самый подходящий момент, когда двое его тиммейтов возродились на базе. И сначала никто этому Чайнику особого внимания не придал, казалось, тиммейты вообще не понимают, что происходит, а откуда это взялось. Но Чайник сначала помог Легионке в дуэли с Виндрейнджером, а затем отправился на базу вместе с Эмбером и его тиммейтами. А уже здесь он прикончил сначала Эмбер Спирита, которая его сюда притащила, а затем и Фантом Ассасин, и только Пурш буквально чудом остался жив. Но если вы вдруг не уловили момент, когда Чайник отправился за Эмбер Спиритом, то можете посмотреть на него в замедленном повторе. Вот Эмбер юзает фисты, Чайник летит в него, но он юзает ремнанты, Чайник продолжает лететь в него, но Эмбер уже об этом не знает. А если бы он просто вышел с базы и постоял секунд 20 где-нибудь в сторонке, то Чайник бы просто долетел в него, нанес какой-то небольшой урон, и ничего бы всего этого не произошло. Ну и на этом на сегодня все, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а авторам фейлов, которые попали в выпуск, мы выплатим по 228 рублей. Ну а я с вами на этом прощаюсь, с вами был Игорь Линк, до встречи на дне примерно через неделю, всем пока!